Фэн-шуй с Еленой Ли Здравствуйте! С вами я, Елена Ли, мастер фэн-шуй и китайской метафизики. Неделя с 14 по 20 июня будет самой неоднозначной в эмоциональном плане, так как это наиболее минусовой период в этом месяце. Поэтому если у вас есть возможность взять отпуск на эти дни, то воспользуйтесь им. Тем, кому отпуск взять не получится, используйте всю доступную энергию, пространство и времени в виде активаций и хороших секторов. Старайтесь держать свои эмоции под контролем и помните, самая темная ночь перед рассветом. А уже начиная со следующей недели, закончится действие ретрогатного Меркурия и энергия дел задвижется с удвоенной силой. Старайтесь всячески избегать юга и юго-востока на этой неделе. Если у вас проблемы с сердцем, давлением или нестабильное эмоциональное состояние, то не спите и не работайте в этих зонах. Если есть возможность, переместитесь на восток, северо-восток или запад дома. Если, несмотря на период, вам нельзя проседать в результатах, то больше находитесь на востоке. Работайте там, поставьте любую активную воду, например, настольный фонтанчик или аквариум. Разместите нефрит и любого бога богатства рядом с собой. Восток можно активировать только если в этом секторе у вас нет туалет и не ванная. На этой неделе образуется большая звезда ошибок, поэтому на 14 июня, на понедельник, желательно не назначать замеры мебели, начало строительства дома, пластические операции. Ошибка в расчетах может сильно исказить результат. А вот на 17 и 19 июня выпадают не без богатства, поэтому в эти дни не назначайте открытия фирм, магазинов, не подписывайте договора и не берите долговых обязательств. Впоследствии с ними сложно будет рассчитаться, а у компаний, открытых в этот день, не будет роста. Зато у рожденных год козы, быка, петуха и змеи могут удачно пройти свидание во вторник, а у рожденных год крысы, дракона и обезьяны свидание будет удачно в пятницу. Также в эти дни удачно пройдут переговоры, презентации, обсуждения будущих проектов. Ну а какой неделя будет для каждого знака китайского гороскопа? Крыса. Самое большое напряжение и конфликты выпадают на эту неделю, поэтому в делах может все сложиться не так, как ожидается, зато вам может очень повезти в любви в пятницу. Поэтому чем сложнее будет неделя, тем лучше вам нужно выглядеть к выходным. Сложный день – вторник, а хорошим днем будет пятница. Бык. Вам все нипочем, а ваши дела идут лучше всех. Если вы создадите рисовую чашу или купите денежный активатор в кошелек, то денежная удача будет с вами весь год. Сложный день – среда, а хорошим днем будет пятница. Тигр. Для дел используйте вторник, пятницу и субботу, а вот в остальные дни результат может отсутствовать. Вы привыкли к скорости и быстрому результату, поэтому, чтобы не расстраиваться, в остальные дни просто не ожидайте многого. В понедельник и четверг будьте внимательны за рулем. Сложный день – четверг, а хорошим днем будет вторник. Кролик. Весь месяц для вас довольно успешный, а эта неделя просто спокойная. Если избежите напряженных разговоров в пятницу, то вся неделя будет замечательной. Сложный день – пятница, а хорошим днем будет вторник. Дракон. Вторая половина недели немного лучше, чем первая, по крайней мере для настроения и романтической удачи. В пятницу может очень повезти в любви. Сложный день – суббота, а хорошим днем будет пятница. Змея. В понедельник, четверг и воскресенье лучше не садитесь за руль и не оформляйте документы. Могут быть серьезные ошибки. Берегите ноги и суставы, не занимайтесь опасным видом спорта. Сложный день – понедельник, а хороший днем будет пятница. Лошадь. Понедельник и вторник могут выдаться очень напряженными и суетливыми. Зато потом все пойдет с той скоростью, которая вам нужна. Планируйте свои дела тщательно, и все сложится замечательно. В среду вопросы вообще могут решиться сами собой. Сложный день – вторник, а хорошим днем будет среда. Коза. Если работа не идет, тогда идите лучше на свидание, особенно во вторник. Хорошо пройдут в этот день косметологические процедуры или обновления гардероба. Сложный день – среда, а хорошим днем будет вторник. Обезьяна. Главное – не тратить много денег до пятницы. А вот в пятницу и в выходные можно порадовать себя шоппингом или встречей с друзьями. Хорошо в пятницу пройдет романтическая встреча. Сложный день – четверг, а хорошим днем будет пятница. Петух. У вас хорошо идут дела по всем фронтам. Первая половина недели хороша для романтической удачи, а в пятницу купите денежный активатор или сделайте рисовую чашу. И весь год звезда процветания будет приносить вам удачу в делах. Сложный день – суббота, а хорошим днем будет пятница. Собака. У вас хорошо складываются отношения в коллективе и в обществе в целом. Будьте внимательны и открыты, и перед вами распахнутся нужные двери. Сложный день – понедельник, а хорошим днем будет пятница. Кабан. Много конфликтных ситуаций может возникнуть на этой неделе, особенно до четверга, поэтому старайтесь минимизировать контакты и больше занимайтесь тем, что вам по душе. Сложный день – понедельник, а хорошим днем будет пятница. А сейчас информация для всех знаков. В период ретроградного Меркурия могут просить продажи и замедлиться дела. Поэтому используйте активации подсемень Дунзя, если вы хотите повысить продажи, увеличить прибыль, неожиданно хорошо заработать, выгодно продать недвижимость или авто. 15 июня зажгите зеленую восковую свечу на востоке дома или офиса на 2 часа с часу до 3 дня по вашему местному времени. Обязательно в это время пишите желания на любые финансовые вопросы. Активацию не делаем в туалете или в ванной, а также ее не проводят рожденные в год крысы, а также не делаем в их присутствии. Если вы все сделали правильно, ваше желание сбудется в наилучшем виде. С вами была я, Елена Ли. Отличного вам фэн-шуй и исполнения всех желаний! Фэн-шуй для всех!